Девчонки, всем привет! Мы с Никой приехали, стоим под салоном, сейчас уже надо бежать, ну три минуты уже опаздываем. Ника сейчас будет обрезать волосы. И знаете в какую длину? А мы вам не скажем, смотрите дальше. Хотела вам показать, если вы смотрели мой предыдущий влог, я там была в аутлете и покупала разные наряды. И спрашивала у вас, стоит брать гольф белый или нет. Он мне очень понравился, потому что он теплый, такой мягкий. Я его все-таки взяла, но вы тоже писали, что коротковата длина. Я его взяла, знаете, с каким учетом? Высокая посадка, и он отлично заходит вовнутрь. То есть, если его выпускать, то коротковато. А если его под, например, у меня есть кожаные такие сарафаны, например, под джинсы или какие-то брюки с высокой посадкой, вообще вот так вот. Мне прям так понравился, он очень теплый, очень такой прикольный. Я рада, что я его взяла, и у меня девочки писали, что надо брать. А некоторые писали, что коротковато. Но вот я сделала два в одном, я взяла, а коротковато использовала, вот как вам рассказала. Так что, если вдруг... Можно ее вот так вот использовать под... Ты хочешь стилистом работать? Я работаю стилистом. Ну, за бесплатно. За бесплатно? Нет. Нет, вот это ты работаешь за бесплатно. Ну, подожди, это мои девочки, это мои подписчицы. Для них... Это когда я выезжаю с девочкой, например, и мы делаем шоппинг, тогда, естественно, я... Ну, как бы мне платят за это деньги. А вот так вот, это как бы... Ну, я с ними делюсь, как с подружками. Так вот, если вдруг у вас будет такая вот какая-нибудь кофточка, и вы будете сомневаться, брать, не брать, но очень понравится, то вот можно использовать ее таким образом, как сделала я. И, вы знаете, я прям довольна. Все, мы бежим. Что же там будет? Что же будет? Оставайтесь с нами. Так, ребят, я на съемке третьей передачи, в которой снимается автоген. Я там ведущая, я вам, кстати, не рассказывала. Смотрите, какой маленький Бэтмен. Мой бустын был сейчас в восторге. Во-первых, это настоящая машина, которая принимала участие в фильме. Только не самое главное, их было три. Одна из бутафорий. И купил ее олигарх и установил там мотор BMW. Вот, какой классный. И, в общем, ее сделали, то есть она действительно ездит. Одну, малыш. Какой кричок. Надо фильмы показать. Ребята, веду прямую трансляцию с Бэтмобиля. Видите? Видите? Круто! Круто! Мне разрешили в нем посидеть. Вот это вот все, все, все работает. То есть это настоящий автомобиль, который ездит. Там двигатель семерки BMW. Класс. Кожаный салон. Мне нравится. Можно я сюда не буду выходить? Пробуем. Вообще мега-круто. Мега-круто. А давайте сделаем обзор, например, четвертого автогена на этом автомобиле. Ну что? Повеселим народ. Детей особенно, в возрасте пяти лет. Ну, это можно сделать, потому что они не дадут ли. Нет, не техпатка, которая нормальная. Ну, это просто так, чтобы как бы игрушка для взрослого, да? Такой техпаспорт Бэтмобиль. Я туда влазь в Бэтмен. В кожаном костюме. Ну, в целях безопасности, видишь, у меня нет ни зеркала, ни габариты непонятных. Но двигатель засунули дорогой. Сам корпус очень дорогой, не дай бог. Не дай бог где-то что-то чуть-чуть притереться. А наша цель вообще непонятна, тут ничего не заменишь. Сколько она стоит, ребят? Приблизительно. Скоро. Очень. Покуп, покуп, покупочки, покупочки. Я купила туфли, потому что я собираюсь на свадьбу к Вике через полторы недели. И мы шьем платье, потому что я дружка. Две дружки. Материал куплен. Фасон придуман. Я еще поеду в Житомир, потому что примеркой шлют там. И мне нужны были туфли. У меня есть туфли, но я решила, что я хочу танцевать, и мне должно быть удобно. Поэтому я в поисках была три дня туфли, объехала в все магазины. Надо было, чтобы была хорошая колодка по цвету, чтобы подходили. Ну и в принципе классическая лодочка, но с очень высоким каблуком. То есть максимально я нашла 10 мм, чтобы можно было спокойно как бы ходить, но при этом, чтобы был высокий каблук. Я с покупкой. Мы сейчас идем кушать. Я ура! Ну, слава богу, знаете, выдыхаю. Сейчас мы что-нибудь перекусим и поедем домой. Так что оставайтесь с нами. Приехал мой любимый. Мой хорошенький. Он начал говорить букву Р, только очень смешно. Ну, скажи, трактор. Трактор. А теперь скажи рак. Рак. Трак. А теперь скажи работа. 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 Я ему пообещала, что когда он приедет к бабушке, вот только что они зашли, то я подарю ему подарки за Р. Р есть, но никто же не договаривался, что не будет Т. Ну, Р-то есть, да? Держи. Что тут у Демида? Так, что это? Пенал! А там внутри что? Соколадки. Соколадки. Шриколадки. Шриколадки. Дальше. Марвел. Все хот-вилс, Дема, все хот-вилс. Стесняется? Это кто у нас? Какой это? Железный человек? Плохой. Он плохой, да? Это Ультрон. Ультрон вон написано. А здесь написано Red Skull. Красный Skull. Это просто Мерседес. Видишь, он такой? Матовый. Мама, короче, выбирала машинки, которые ей нравятся. Там Мерседесы матовые, например. А тут посмотри. Какая у тебя машинка больше всего нравится из всех? Это и эта. Я так и знала. Моровый, естественно. Все, будем говорить R? Да. А еще мы будем отпускать волосы. Пока еще не знаю как, но решила, что пока не буду стричь, не буду трогать. Все, у меня там котлеты. Я на тебе чек. Ника собираю чеки. О, пошла распаковка. Знаете, раньше еще ролики были популярны или сейчас тоже. Да. Ну, на самом деле, у Ники действительно выпадают волосы. Поменялась структура волос. И мы пытаемся разобраться, почему так. Мы были у трихолога. И трихолог назначил анализы. Мы уже узнали. Это 3000 клиентов. Там на витамины, на минералы, на щитовидку, на женские гормоны. Общий анализ крови. Потом этот ферритин, по-моему, да? Короче, полный комплекс. Да, там полный комплекс. Плюс еще и записать на домовую гинекологу. Ну и так далее. То есть делаем обследование полное для того, чтобы вообще понимать. Потому что вполне возможно, что это шалят гормоны из-за подросткового возраста. Но я же мама. Мне надо знать точно, почему. Вот так вот. Доминик говорит, меньше дорого узнать состояние своего здоровья. Вот. Три, сто почти. Посмотрим уже по результатам. Вот анализы. Ферритин, витамин D. Все проверим. И тут еще дальше. Ребята, сегодня хиллайн. Все нормально. Я снимаю себя. Мне что-то на мероприятии с Жанем. И сейчас происходит розыгрыш. А даже на кухне смешались хорошие джаз, громкий смех, страсть к сладкому, ощущение праздника и желание творить. И сегодня так возник шока плюсов. Бренд по любви. Хорошее настроение. Мы садим конкретную работу из кингисского шоколада, завтрак с ими начинками. Первым изделием стал набор парад планет. И сейчас разыгрывают разные подарки. Мы напоминаем себе и вам, что космос смотри, а все то, что поначалу кажется сложным, на самом деле очень просто. Тут много разных. У нас есть три подарка, да, посмотрите, какие красивые. Вау. Я пытаюсь найти, ну, тут, наверное, самый главный. Вот костюм, самый-самый-самый-самый-самый. Какой крутой костюм. Девочки, чтобы смыть этот мейкап, надо суперсредства. У меня это аккуратно, не по... Не рассыпь. У меня два средства. Один... А, я уже заговариваю с вечером. Для базового макияжа. Нужно где он. Один... Одна мицеллярная водичка для базового макияжа, одна для стойкого макияжа. Естественно, я сейчас буду использовать для стойкого макияжа, чтобы... Ой, бедолёв! Чтобы смыть с себя окошку. Если честно, так устала. Я знаю, что очень многие не отмечают этот праздник. И я, в принципе, тоже отношусь к нему очень так скептически. Но я отношусь к нему не как к празднику мёртвых, а как к маскараду. Вот. У меня тут костюм кошки, но вообще это костюм мышки. Но я слегка переделала. Вы видели, да, ушки у меня? Сейчас покажу. Дём, не надо никуда это нести. Дём, не-не-не, положи, положи. Чтобы оно не растерялось и дома было чисто. Вот, вот такие вот ушки. И я из мышки превратилась в кошку. Ну, вообще, я так подумала, что, в принципе, можно было и оставаться мышкой. Вот, в принципе. Напишите в комментариях, кто вам ближе, кошка или мышка, кто вам больше понравился. А мне понравилось. Надо было сделать макияж, наверное, мышки, потому что кошек довольно много. А мышки каким образом? Дём, ушка, слезь, пожалуйста. Ну, макияж глаз, в принципе, как типа с макияж, потом точно так же усики можно было, только они такие длинные. Так, а мышки тут, в принципе, будет то же самое. Ну, я-то ощущаю себя кошкой. А так бы я ощущала себя мышкой, да, больше раз. Вот она, вот она. Я пошла умываться. Тут уже, вон, видите, прыгает у меня маленькое слетание. Сегодня приехала мама, привезла дима еда. И теперь влоги будут более насыщенные, более интересные. Уже дома было чисто, хорошо. А теперь, пух, прошло несколько часов после приезда. В общем, так вот. Итак, у нас тут, или куда смотреть? Какая камера рабочая? Давай. Ты знаешь, первая камера, вторая камера. Мотор, поехали. Вы, кстати, участвует... Девушка, можно я что-то скажу, пожалуйста? Я теперь ведущая. Я училась на ведущей. И теперь работаю по своему образованию. Да. Вы смотрели программу Автоген. Вбейте в Ютьюбе Автоген. И, в принципе, увидите. Там разбито по таким маленьким рубрикам. Но можно посмотреть целую передачу. Передача длится где-то 25 минут. Вот. И напишите мне в комментариях, кто видел. А кто не видел, посмотрите. Напишите здесь в комментариях, как вам. Очень интересно мне. На самом деле мы собираем мнение. Потому что хотим, чтобы передача была прям суперинтересная. Демид приехал. Уже такой, когда футбол, когда футбол. Он футболист, поэтому у него теперь подарки связанные с футболом. Это мячи, обувь, одежда, шорты. Всё-всё-всё связано с футболом. И вот у него тут много разной теперь обуви. И обувь должна быть, типа, соответствующая. Я раньше думала, ну, кроссовки, кроссовки. Оказывается, нет. Должны быть шипами. Шипы есть разные. Есть вот такие шипы. Есть вот такие шипы. В общем, тут целая наука на самом деле. Так что, девочки, у кого сыновья футболисты, к чему мне готовиться, скажите? Это я футболист. Да, я знаю. Это папа. Нет, я. На голову мою. Ну, я рада на самом деле. Это я. Да ты, ты. Весной говорит, отведи малого на футбол. Я говорю, ну, ок. Говорят, летом, типа, футбола нету, давайте с осени. Ну, мы с осени начали ходить. И что? Малому нравится? Ну, если вы смотрите меня давно, то вы видели, даже в годик, перед его днем рождения, то есть в день его рождения, на видео его влог снимала, Дем, не прыгал мне на кровати, положили перед ним, на шубу его положили, знаете, вот это типа традиции, на шубу его положили, посадили, и дали ему ключ от машины, деньги, кошелек, игрушки, и там рядом мячик лежал. Он все отбросил, то есть он ни к чему не потянулся, он потянулся к мячу. Я еще только подумала, господи, хоть бы не футболист. Действительно потянулся к мячу, поэтому, может быть, действительно с него что-то выйдет. Все, теперь я точно иду умываться. Ты мой маленький, маленький, маленький футболистик, мой такой хороший. Я хочу сейчас мыть эту мышку, ой, кошку. Кошка, кстати, в ванной лежит. Девочки, пять минут, и макияжа нету. Хорошее такое средство, в принципе, и кто любит не масляное, подойдет. Но я после сразу умываюсь водой. Кто-то мне писал, что не надо оставлять любую митилярку на лице, лучше смыть водой. В принципе, как бы мне иногда вот прям требуется, я чувствую, что хочется смыть водой. Но, опять же, если у вас есть такая возможность, после того, как вы умылись, умойтесь еще минеральной, любой минеральной водой. Кто мне говорил об этом? В общем, кто-то из косметологов крутых, классных говорил. Я была на семинаре, и там сказали, что это суперсредство. Уход у меня сейчас вот такой. Вот сейчас покажу. Как смыли косметику, естественно, нужен уход. У меня это от Evroche Anti-Age Global. Вот это вот лосьон. Я наношу его на диск и протираю лицо. А потом у меня идет такая эссенция. Она с пипеточкой. У нее такой оттенок, если на руку нанесете, вы видите, такими маленькими-маленькими блестками. Вот прикольно. Вот. Потом идет крем под глаза. Вот он, крем под глаза. Тоже одна линейка Anti-Age Global. У него очень прикольный такой дозатор. Чуть-чуть действительно надо под глазки. Плюс металлическая такая насадочка. И когда вы наносите под глазки, ну как с охлаждающим эффектом. Прикольно. И у меня есть еще дневной крем, но ночного нет. До 7-го числа в магазинах Evroche действует скидка 50% на уход. Нет, до 50%. Я ходила в магазин и смотрела, по-моему, 41% на эту линейку. Поэтому надо будет купить еще ночной крем Anti-Age Global. И еще я хочу купить, по-моему, 355 гривен со скидкой. Стоил тоже вот такой вот, ну вот так вот выглядел корректор от пигментных пятен. Поэтому как бы хочется, чтобы вся линейка такая была. Но так как у меня сейчас нет ночного крема, я использую вот этот вот. Это Жен Де Стре. Это мой любимчик. Это мой must-have. Я обожаю этот крем. Пользуюсь фирмой Жен Де Стре с 20 лет. И просто лучше я не встречала. Мне очень нравится. Он с двойным увлажнением. То есть у меня кожа сухая, он классно увлажняет. Так как сейчас холодно и уже работает теплый пол, сухой воздух, увлажнение на ночь, самое оно. И хочу вам показать туфли, которые купила, искала лодочки. Просто вот приблизительно такого цвета, чуть светлее, классические на высоком каблуке, где-то 10 сантиметров. Но выбрала все равно другие. Почему? Вообще, зачем они мне нужны, да? Ну, по факту лодочки нужны всегда, но зимой зачем лодочки? Я иду к Вике на свадьбу. Я дружка. Если вы смотрите Инстаграм, вы, в принципе, заметили. Я дружу с девочкой, она тоже блогер. У нее свадьба. И как бы шьем платье. То есть две дружки. Я и еще одна девочка. И платье бежевое. Я думаю, бежевое. Начала искать. Несколько дней ходила, искала, искала, смотрела, смотрела. Но, когда находила беж, меня что-то останавливало. То ли колодка какая-то не такая, то цена 6 тысяч за туфли, знаете, как бы. Там, ладно, три готова дать, но не шесть. И тут я встречаю вот эти вот туфли. Сейчас я вам их покажу. На них посмотрела и думаю, ну ладно. И пошла дальше искать бежевое. И что вы думаете, я к ним вернулась. Почему? Потому что я вдруг осознала в один момент, в том, что я могу не попасть. Вика покупала ткань. Платье шьется в Житомире. И я побоялась, что я не попаду в цвет, ну как бы в тон в тон с платьем, чтобы туфли были. И тогда будет смотреться не очень, если они будут разного оттенка. Поэтому взяла вот такие вот лодочки. Высокий каблук. Сейчас актуально. Рептилия. И тут тоже есть беж плюс бордо. И оно под джинсы очень классно смотрится. Я примеряла, сбросила М. Говорю, как тебе? Говорит, классно? Бери. Вот взяла. Стоили они со скидкой. Кстати, лодочки можно покупать как раз сейчас. Стоили почти 4, а я купила за 2. Скидка 48%. Ну, классно. Ника еще в этом магазине выдурила минуточки за почти 600 гривен. Вот. Ну, довольна. Она же, кстати, пострелилась. Я вам покажу. Она не разрешает мне показывать. Вот. Вот такие вот туфельки. Поэтому, девочки, вам большое спасибо. Девушка, подожди секунду. Да, я договорю. Ну, спасибо вам большое, потому что, когда я искала туфли, вы молодцы, вы мне очень здорово помогали. И благодаря вам я узнала очень много мест, где можно купить туфельки. Поэтому спасибо вам большое. Вы прям умнички. Мои подружечки интернетовские помощники. Я, конечно, люблю девочек ютубовских. Просто с теми, кто в инстаграме. Мне просто ближе. Мы каждый день общаемся, можно так сказать. Они пишут мне в личку. И как-то вот так вот. Вот. Как вам туфельки? Все. Все. Я согрелась, а ты? Уже жарко. Хорошо получается? Да, спасибо. Здесь только определённые шаги. Определённые шаги? Ну, вы говорили, что сначала снимите определённую дину, а потом уже подплатят эту шагу. Да, а потом я просто буду ровняться. Сейчас нет смысла вам с ними играться. Ну, я коллеги. Ну, какие лусти ещё. Сё, Ника! О, боже! Можно сидеть? Можно? Сейчас, сейчас, сейчас. Я теперь это... Могу на Хэллоуин лошадку не вербелась. Ника, ты как красотка! Да. Мне нравится, слушай. Ой. Ой. Всё. Всё лишнее. Это спокойно. Да. Всё мы такое плохое в волосах оставили. Всё хорошее впереди. Доминика, это ты? Нет. Доминика, где твои волосы? В машине забыла. Кстати. Хвостом, конный хвост. Мой костюм на Хэллоуин. Лошадки. Угу. Такая заучка. Да. Папа тоже сказала, что на учительницу похожа. Ботан. Смотрите, у неё волосы густые, поэтому у неё вот вообще прям... Прям... Ого, сколько волос! Класс! Класс! Туристично. Класс! 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 Продолжение следует...